В понедельник, как обычно, мы подводим итоги спортивных событий. Где и как отличились ямальцы, узнаете прямо сейчас. Волейбольный клуб «Фатил» после двух поражений на старте нового сезона Суперлиги все-таки сумел порадовать местных болельщиков победой. В захватывающем матче лишь на тайбрейке новоаренгойцы переграли уфимский Урал со счетом 3-2. Следующую встречу ямальские волейболисты проведут 29 октября в Сургуте против «Газпром Югры». На своей же площадке «Фатил» сыграет 6 ноября. В Новый Уренгой приедет «Нефтяник» из Оренбурга. Ямальские спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве мира по киревому спорту в Будапеште. В категории до 85 килограммов в упражнении «Рывок» Антон Анасенко из Лабытнанки взял золото с результатом 201 подъем. В двоеборе в весовой категории до 73 килограммов с суммой 222 подъема второе место занял Таркас Алинис Константин Баев. Кроме того, он стал первым в упражнении «Рывок». В первенстве мира в длинном цикле до 78 килограммов Илья Сарсенбаев из поселка Порпе занял первое место, а на чемпионате «Гиревик» стал вторым. Гроссмейстер Александра Горячкина завершила свое выступление в мужском суперфинале чемпионата России по шахматам, разделив 10-11 место из 12 участников. Представительнице полярной шахматной школы Анатолия Карпова из Салихарда удалось выиграть лишь одну партию у Александра Матылева и 7 свести в ничью. В пассиве вице-чемпионки мира три поражения. В итоге Александра набрала 4,5 очка. А вот родная сестра Александры Оксана успешно выступила на юниорском первенстве Европы. Горячкина младшая в возрастной категории до 12 лет завоевала бронзовую медаль. На этом же турнире еще одна ямальская спортсменка Галина Михеева в категории шахматисток до 14 лет заняла второе место. Кирилл Пермяков, телерадио компания «Сигма» для НУР-24.